Всем привет! Нам стали часто приходить такие рекламные предложения, как отрекламировать различные программные продукты. Но, к сожалению, большинство таких предложений приходят от мошенников. Вот и сейчас пришло странное предложение. Предлагают аж целых 500 долларов за рекламную интеграцию. Письмо написано на английском языке. Сейчас я вам покажу. Но еще хочу вас познакомить с нашим стареньким компьютером. На нем было сделано большинство роликов, которые находятся у нас на канале. Зачем я его достал, расскажу чуть позже. Это предложение предложила какая-то иностранная фирма, я как понял. Потому что все написано по-английски. Сейчас покажу вам письмо. И будем проверять, вот это именно рекламное предложение от мошенников оно или действительно от реальных рекламодателей. Письма пришли недавно. Я с ними немножко попереписывался. Они как бы ведут себя вроде адекватно. Но есть одно но, что в этом письме присутствует ссылочка, где располагается их продукт. Это нужно будет отрекламировать одну программу. И предлагают они 500 долларов. Как бы деньги немаленькие. Такие предложения вообще нам не поступали. В основном поступают предложения по бартеру. То есть обзор сделать на какой-то товар. Вот это первое письмо, которое пришло. В нем сказано, что нужно отрекламировать продукт. Программу. Ролик. Реклама должна длиться 25 секунд. И вот это ссылочка. Первое, что попало в поле подозрений, что такой программы я не нашел ни в Яндексе, ни в Гугле. Как бы она сомнительная вообще такое название. Название как бы нормальное, но просто самого сайта вот этой программы я через Яндекс не нашел. Это меня вообще как бы сразу же первонаперво и насторожило. Так. Тут написано, что если вы согласны, то обсудим уже сумму. Так, дальше следующее письмо. Мы написали, что как бы в принципе заинтересовало нас это предложение. И вот они написали, что предлагаем 500 долларов. Если, ну, как бы люди будут, эта программа будет у людей пользоваться популярностью, ее скачают 50 раз, то сумма увеличится. Я так сразу же говорю, что никакое не казино, программа нормальная. Ну, как бы многие пользуются такой программой. Вот, в принципе-то и все. Как бы вот 500 долларов они написали. Значит, можно было бы проверить сервисом проверки ссылок на вирусы. Уже забив в Яндексе, есть такие сервисы. Я решил все-таки не рисковать, проверив так, вот именно вставив эту ссылку. Фиг его знает, что может произойти. Вообще, даже через этот сайт запустить. Но лучше подсраховаться. Достал старый компьютер. Здесь не набраны никакие ни пароли. Вообще, Windows чистый. Для чего это нужно? Потому что, если вирус попадает к вам на компьютер, он вот эти все пароли получает доступы. Поэтому нам нужен компьютер, который вообще чистый. Давно я хотел так сделать, потому что предложения постоянно приходят. Различные предложения. Возможно, даже какие-то, ну, и не от мошенников были. Но все-таки они, как бы, возникли подозрения и пришлось от них отказаться. Сначала запустим ее, вот через такие сервисы проверки ссылок на различные вредоносные программы. Кто, как бы, вообще не в курсе вот этого всего. Если, например, я бы открыл эту ссылку по... Ну, на своем компьютере, на нашем. То мог бы пасть вирус и канал просто могли бы украсть. Ссылочки скопированы. Сейчас будем запускать их. Итак, интернет подключен. Установил бесплатный антивирус. Сейчас будем проверять эту ссылку на вредоносность. Итак, я уже запустил три сервиса. Проверим разными тремя сервисами. Вот она ссылочка. Так, наверное, сюда нажим. Началась проверка. Так, тут все по-английски написано. Чисто-чисто. Так. Угу. Все прошло нормально. Введите свой запрос здесь. Вот, вставить. Все. ВПН, Возворт. Степан Ильцевич. Организатор. Региональный сетевой информационный центр. Вот здесь очень даже интересный такой сервис. Вот он, домен. Организация регистрации. Степанов Алексей Иванович. Ха. Сразу же говорит о многом. Степанов Алексей Иванович. Зарегистрировано-то на русского. Я вот не знаю даже, что тут язык. А пишут на английском языке. Тут тоже написано, что угроз не обнаружены. Да. Так. Ну ладно, что. Как бы антивирус установлен. Нам терять-то нечего. Но вот это Степанов. Как-то это меня напрягает. Значит. Что мы имеем? Что сайт создал русский человек. Сама проблема скрыта в самом вот этом ВПН сервисе. Написано в Word. Лучший в мире ВПН сервис. Всякая фигня тут написана. Короче. Сайт такой. Так. Что тут написано? Нифига тут еще что-то есть. У них. О. Ну. Одностраничник. Сознанный. Так. Что нам остается сделать? Скачать ее программу. Тут. Скачать программу и проверить, наверное, на вирусы. Но это уже, походу, столько долларов вирус нет. Кто-то там будет. Вот он пошел. Пошла загрузка. Сама ссылка безопасная оказалась. Но то, что находится в ней, это... Долго как-то качается. Значит. Вот Степанов Алексей Иванович. Степанов. Что какой-то. Степанов пишет на английском языке нам. Предлагает 500 долларов. А сам пишет, что он. Тим Корнер какой-то. Тим Корнер. Тим Корнер в переводе Степанов Алексей Иванович. Ну все, что тут. Так, что-то долго как-то грузить нафиг. А вот. Аж 32 мегабайта. Ну ладно, пускай загружает. Сейчас загрузится. И потом проверим на вирусы. Что сказать. Короче, какая-то фигня. Что-то грузит, грузит. Но программу так и не загружает. А как бы качает наоборот от меня. В итоге что получается. Вот это скачивание. Качается не сама программа. А что-то там идет какой-то процесс. Как бы из компьютера. Какие-то данные качаются. Что-то он там делает. А сама программа никак не качается. Вот так вот. В принципе. Тут антивирус какой-то не помог. Ничего не сделал. Единственное, что вот этот компьютер теперь я буду всегда использовать. С ним никак. С ним уже не страшно качать. Проверять это все. Тестировать. Потому что уже знаю, что с него ничего не украдут. Потому что с него украсть-то нечего. Ну что сказать. Будьте осторожны. В нашем мире сейчас много различных всяких мошенников. Которые хотят нажиться. В канал было вложено много сил. И конечно же будет печально. Если кто-то его просто вот так отвозьмет и украдет его. Всем привет. Сегодня у нас вечер уже. Маша решила на ночь глядя что-то блины пожарить. Какую еще нанять глядя. До ночи еще долго. У нас начали постоянно днем выключать свет. Выключают. Сегодня рано совсем отключили. Где-то по 9-го отключили. В деревне меняют столбы. Электрические. Во время работ они отключают электричество. И вот включили только, наверное, 4 часа, да? 4, потом снова отключили. Потом опять отключили. И это будет продолжаться, я так понял, очень долго. Две недели не менее. Но уже неделю целую длится. Да. Да, да. Да. Я думал, как быстро. Сегодня даже на печке ваги. А, да, 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 да. На печке. Хорошо, что есть печь у нас в избушке. Варили на печке. Ну, а что делать? Я же там. 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 Не надо пальчик туда. Не надо. Там. Цветочки в логовольде уже распустились. Палисадники. Палисадники. Уже 5 ночи. Матвечка сегодня говорит, а, вкусно, говорит. Герань распустилась красными цветочками. Красная. Угу. И розочка уже один цветок набрала. Уже это. А ты росла хорошо. Пусть вкусно. Это вот мы в Ленте покупали, которую. Какую Ленте мы покупали? Ой, а где мы покупали? Ё, где ты же покупал? Надеюсь, где они или нет? А, точно, точно. В Ленте мы что-то другое, не в этой, а в Лерва мы покупали. Вот эту, в Лерва, вот эту покупали. Ну, она что-то это, она отцвела уже свое, да? Потом, может, опять зацветет. Ее надо головокшок пересадить. Да, надо. Эту же пересадила нормально, все стало. Я еще боялась, была у нас ведь такая, она погибла. А это вот нормально. Она потом есть и такими розочками. Об этом всем красиво будет. Вот тоже цветочки. Цветочки, да. Как они, фиалки? Угу. Фиалки. У мамы увидели вообще. У нее другая какая-то фиалка. Наподобие вот такой еще, это, оранжевый, сиреневый тоже. И оранжевый, это как красиво смотрится. Ну, понюхай. Не-а. Не пахнут, что ли? Нет. А на улице пахнут? Угу. Ты же нюхала на улице, да? Да, нет. Ну, там уже, поисадники, мы ходили здесь с собой. Все так, ааа, как вкусно. Нарвали листья смородины, будем заваривать чай с листом смородины. А я сюда пошла, туда и полгода. Пахнет. Ой, можно чай же заварить, я тебе говорю, может, матричка будет так нарвать. Да. Да. Чай есть, скажи, чай будем. Чай. Чай, ты же любишь чай? Да. Маша варит сегодня кашу. Сегодня разгрузочный день у нас. Мамонечка не сфорировала. Занимались штакатурными делами. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...